итак дорогие мои мы уже с вами что-то даже да нарисовали я думаю в принципе на этом этапе я думаю каждый справится даже если до этого никогда не рисовал если вам было что-то непонятно просто еще раз пересмотрите и прям вот на практике доведите до до результата до такого как вот у меня у меня буквально тут 10 фигур и так сегодня мы рассмотрим еще один интересный момент как видите у меня здесь есть такие декоративные элементы декоративные элементы вот до 1 точечки 2 точечки 3 точечки то есть такие вот это абсолютная декорация но выглядит симпатично и так я конечно же могу первый вариант вручную до зажав shift нарисовать вот такие вот бусинки но это вряд ли будет на одном и том же расстоянии друг от друга до будет как-то симметрично и так далее второй вариант я рисую шарик до заливка мне не нужно оставляем только черную границу примерно того размера какой нам вот нужен да ну вот ну допустим и захожу в панель кисть если у вас панели кисть нету открываем окно и здесь ищем панель кисть вот они вот окно кисть или f5 появляется такое панно далее мы наш кружочек берем и затаскиваем его сюда и бросаем просто появляется дискретная кисть объектная узорчатая допустим набираем дискретная кисть убираем ok сейчас я вам покажу какие ставить настройки оставим все как есть нажимаем ok появился вот тут вот наш кружочек так вот это уже оставим пока сбоку теперь что мы делаем берем карандашик и рисуем какую-нибудь загогулину инструментом в стрелочка выделяем и зажимаем на нашу загогулину вот появился вот такие вот бусики как видите у нас тут есть интервал а здесь интервала нету поэтому заходим внутрь нажимая на кисть которая только что была создана и смотрим интервал у нас тут постоянный но сто процентов давайте поставим допустим вот так и как видите интервал у нас увеличивается более того у нас здесь размер может быть немножко большой нам хочется поменьше поэтому давайте сделаем чуть чуть поменьше интервал допустим вот такой вот разброс поворот этого нам не надо и нажимаем ok применить к маске теперь когда мы что-то будем рисовать допустим давайте так вот так 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 да ну допустим нарисовали и теперь вот эту вот границу мне надо сделать кружочками нажимаем опачки появилось это первый вариант давайте рассмотрим второй вариант снова берем наш кружочек бросаем и давайте допустим узорчатая кисть тоже видите он получается по контуру будет ставить наши шарики можно поставить чуть побольше интервал вот масштаб ну допустим вот так вот далее что у нас еще здесь есть по длине по ширине но это не важно по большому счету и нажимаем окей она у появляется вот здесь данная кисть это я вас просто кистями учусь пользоваться да допустим тринь-тинь-тинь вот видите то есть она принимает абсолютно ту же самую форму какая нам скажем так необходимо в принципе большой разницы на самом деле нету между вот этим и вот этим это просто дело вкуса и дело удобства третий вариант наверное самый такой ну можно сказать непонятный но покажу чем он мне нравится рисуем снова границу и заходим в обводку ставим пунктирная линия допустим поставим 2 2 сделаем ее примерно вот так вот увеличиваем допустим в атаку и ставим круглые углы я вот эти вот цифры на клавиатуре просто подгоняю чтобы появились ну кружки вот и вот видим здесь у нас весь пол и да а здесь полные кружки так как нам нужны полые кружки то есть внутри пустые увеличиваю немножечко интервал в чем плюс именно такого метода я потом сделаю кружки полые внутри это не проблема но здесь можно форму придать то есть видите она как бы тоненького толстое толстое снова тоненькая как можно вот это вот сделать пустыми да то есть но во первых можно как бы сделать и полными да то есть если в принципе это подходит под композицию допустим вот здесь вот у меня да вот тоже такие вот линеечки но здесь надо как бы постараться это уже нельзя будет редактировать то есть кривую надо лучше по крайней мере да сделать сразу ровненькой сразу по ровненькой кривой пустить наши точечки не знаю насколько я хочу чтобы она была прям вот симметрично ну допустим да что то прям много старалась а получилось не очень вот и делаем все тоже самое вот и сейчас можно даже не 10 допустим а 8 и выбираем форму вот видите мы сделали форму то есть вот с этими вариантами форму делать сложно либо я просто не помню как с этим вариантом форму делать очень легко вот можно такую форму сделать и вот тут вариантов очень много более того эту форму можно сделать самому а вот тут просто так вот деликат на буквально на 12 то есть вариантов много ну и выглядит это симпатично теперь давайте посмотрим как из вот такой вот сделать полую по крайней мере как это делаю я я напомню сама лучка итак мы разобрать оформление это то есть мы кривую кривую вот видите по линии идут идет какая-то форма да то есть по кривой по кривой по синенькой кривой идет какой-то объект это называется кривая и если мы хотим из вот такой кривой сделать чтобы все объекты стали отдельными мы нажимаем объект разобрать оформление и теперь мы переводим заливку границу вот таким вот образом вот и получается у нас такая вот красота давайте мы это сделаем вот здесь так для этого рисуем еще раз границу стараемся чтобы она была красивая ну и можно как-нибудь и и даже допустим вот так сделать на то есть немножко мы ее даже вывели за рамки посмотрим насколько это будет красиво видите мы уже немножко отошли от сценария хотя я так вам не рекомендую поэтому почему не рекомендую скажу потом хотя чё потом могу и сейчас потому что если совсем отходим от концепции начинается тут поправил тут поправил тут поправил тут поправил а наша все-таки цель довести картинку до конца то есть по сути конец это если мы ее закончим и загрузили на микросток это и есть конец мы здесь занимаемся по сути не свободным творчеством а таки можно сказать производством неким да то есть у нас есть цель которой мы идем вот поэтому если у вас цель такая же как у меня довести это все до так разобрать оформление ну я думаю и переводим граница заливку красная полосочка обозначает что пусто нету заливки вот такая красота получается вот поэтому наша наша суть да почему я не импровизирую сейчас я импровизировала когда я рисовала карандашом и по большому счету в работе импровизация для импровизации отведено у меня лично в моей скажем так практике отведено непосредственное время где я даю волю своим фантазиям для в импровизации вот кто проходил курс стоковый иллюстратор там я показывала на каких этапах я импровизирую ну и вам тоже говорю да то есть импровизация была на этапе создания карандашом да карандашной техникой когда рисовала сам объект там была полная фантазия то есть что хочу то рисую в какую хочу сторону сейчас сухая отрисовка уже того что есть да не распыляться не ну не распыляться да не давать волю фантазии сейчас да а сухая отрисовка и потом будет фантазия когда я буду красить я буду либо давать заливку давать какие-то эффекты выбирать выбирать цветовую палитру вот на этом этапе будет полнейшая импровизация вот чё хочу то и ворочу хочу яркую хочу пастельную хочу без цвета хочу с цветом хочу белую хочу черную там будет полная импровизация вот то есть все таки моя работа состоит импровизация потом скрупулезная отрисовка того что есть не отодвигаясь от шаблона и когда у меня уже будет с чем работать до снова импровизация то есть по большому счету я допустим то есть образно говорю да допустим я могу потом так чтобы образно показать могу потом допустим вот это вот сгруппировать да и поставить их допустим не сюда а куда-нибудь отсюда поставлю уже готовый объект да то есть вы понимаете что как объекта уже готов в общем то вот допустим да я его раз то есть я конечно же к тому моменту допустим уже уберу свою девочку да и буду двигать так как моей душе угодно вот но именно тогда когда у меня уже есть готовый объект сейчас пока это ну как бы как показала моя личная практика не целесообразно потому что большой риск лично у меня не дойти до финала не закончить работу и так все это и останется на уровне знаете кого-то такого недоделыша вот начиналось все очень красиво очень все хорошо одна печаль недоделанный вот поэтому сейчас пока у нас отрисовка я надеюсь видео было вам полезным и интересным и до встречи в следующем видео где мы продолжим обрисовывать нашу картинку всем спасибо за просмотр и всем пока